всем привет вы на канале пользы нет и здесь только подробные обзоры и долгие стримы сегодня расскажу вам о смартфоне под неймингом redmi k70 или сяоми redmi k70 и на сяоми redmi k60 pro уже был обзор на канале на сяоми redmi k70 будет пока x6 pro вот вот это будет пока и 6 про может быть какие-то минимальные изменения в нему будут но в целом вы можете уже его лицезреть до того как через пять дней они его вам представят что здесь интересного здесь разумеется у нас цифровая плюс оптическая стабилизация основного модуля на 64 мегапикселя но камеры честно скажем не основной его конек если говорить об экране он во первых у нас без всяких водопадов во вторых с экраном на 120 герц притом в папку он отрабатывает лучше чем 90 93 20 который у нас великолепным биво x100 про не может даже дать настройки кроме низких никакие в папни устаете я его уже гонял обзор уже был на канале все как говорится познается в сравнении 850 люксов его яркость он немного сбрасывает ее в играх незначительно в опять же в процентном соотношении вы вряд ли это дело заметите если говорить о еще интересных каких-то вещах у него 1700 люксов пиковая яркость в автояркости что это такое то когда вы выйдете на солнце вы будете все 450 плотность пикселей пипи ай и это суп флагманская плотность пикселей чтобы понимали в некоторые флагманы его x100 про привет тебе запихивают точно такую же плотность пикселей до экран чуть-чуть хуже но это неудивительно стоимость этого смартфона больше чем в два раза ниже если говорить о его каких-то особенностях разумеется здесь той птичник разумеется они никуда не дели инфракрасный порт полноценное стерео здесь у нас динамика здесь есть определенные претензии у меня по качеству сборки и еще много всяких претензий но главное что вы должны понимать что вот это вот железка скоро выйдет в глобале она будет вполне возможно чуть-чуть дороже но она будет не менее интересно почему не менее интересно потому что я надеюсь что суда конечно запихают qualcomm узкий процессор но даже на дэмэн сити 8320 ультра который уже по полной программе допилили везде и стабилизировали это уже хороший смартфон но не без недостатков как всегда надеюсь в пока это исправит а недостатки вы узнаете в ролике как и примеры работы камеры фото на лайв канале напоминающие из два обзора посвященных этому смартфону обзор одним кадром где снимаю на основном модуль о нем рассказываю и второй обзор там более эмоциональный второй обзор это обзор в играх он его тоже не на сто процентов пошел хорошо смотрите оценивайте расскажу сейчас подробно распаковка данный смартфон поставляется в черной коробке из плотного картона на ней есть краткой информации название модели разумеется там все наполовину на китайском наполовину на английском упакована все хорошо в комплекте мы имеем сам смартфон адаптер питания на 90 ватт с китайской вилкой кабель для зарядки с юсби и на тайп си ключ для прорезиненного слота под 2 наносим карты карту памяти запихать сюда нельзя последние это разумеется силиконовый чехол габариты смартфона 160 на 75 на восемь с половиной миллиметров а вес 200 граммов розыгрыше море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 мебендов 8 серии разыгрывается за лайк подписку комментарий к любому видео ежемесячно иногда один раз за два месяца но сразу 10 подписывайтесь колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи мой личный телеграм-канал во время распродаж там очень много всего веселого интересного в телеграм-канале моем личном вы можете скачать исходники фото и видео уже с данного смартфона и вообще с многих плюс напоминаю что на лайв канале есть несколько обзоров на него также частных про игры и про съемку переходим к основному обзору в продаже есть три базовые расцветки это черное белое зеленое дизайн смартфона по мне интересный но при этом ничем не примечательный и по мне выглядит это слегка дешево сборка модели хорошие материалы тактильно приятные но безумно марки рамка выполнена из пластмассы от иные части стекла защита от влаги пыли не заявлено в руке смартфон лежит удобно грани прямые как и экран за что плюс но тыльная часть имеет слегка закругленные края и отмечу на счету защита от влаги пыли вы скажете за эти деньги у кого она есть я отвечу очень просто samsung a54 и даже дешевле у самса пусть они более тормознутые смартфоны имеют защиту от влаги при том серьезную в китайцах такого за эти деньги нет в корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп си от ага версии 20 к сожалению у качели регулировки громкости небольшой люфт есть у кнопки питания почти полностью отсутствует мшл подключение смартфон не поддерживает я кстати не помню когда последний раз видел смартфон который его поддерживает в двадцать третьем году или в двадцать четвертом далее есть и к порт микрофоны и динамики миниджека не завезли звучание в данной модели стерео для персонализации звука в настройках есть предустановки что удобно аудио кодеков на борту много основные есть что уже хорошо bluetooth версии 5.4 вибромотор линейный по оси x мощный но не лучше что я встречал ближе к дешевым в целом для данной ценовой категории он хорош настроить силу вибрации можно летим дальше смартфон оснащен amoled дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и 12 битами рамки небольшие плотность пикселей 446 ппи разумеется 120 герц экрана экран поддерживает hdr 10 плюс и dolby vision у меня под углом под большими слегка экран отдает голубоватым цветом но опять же это все субъективно и зависит от внешнего освещения в целом претензий к нему нет пиковая яркость 1800 нет по моим замерам на 100 процентах яркости смартфон выдает в среднем 860 люксов при том режим sunlight не работает это очень странно потому что по идее когда я отключаю режим sunlight на других смартфонах яркость становится на 200 люксов больше здесь нет автоматическая регулировка яркости работает корректно ко всему этому еще установлен датчик освещенности на 360 градусов результат теста на частоту дискризации касания выдал средний результат но в играх сенсорный отклик хороший также дела обстоят и в про версии мультитач наборгтуя экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно частота регулировки шима 1920 герц показатели шима довольно скромные и я вам скажу что 10 минут включается при ниже чем 50 процентах яркости это хорошо автоматически полноценный always он дисплей отсутствует он здесь всего 10 секундный может быть с прошивками допилят и что-то пришлют новое но это прям бесит в их смартфонах потому что когда ты отдаешь больше двух сотен долларов за смартфон и у тебя от просто отключен потому что просто сяоми думают что так они отличают флагманы от суп флагманов или от каких-нибудь средняков но это дичь очень неприятно разблокировать экран нужно при помощи сканер отпечатка пальцев расположенного под экраном отрабатывает он довольно шустро быстро и хорошо и без каких-то очевидных недостатков но все равно из 5 раз что я его использую он активируется четыре раза возможно это у меня пальцы такие возможно лыжи не едут будем надеяться чтобы с прошивками допилят кстати очень часто это и происходит а вот распознавание лица происходит просто молниеносным без проблем два лица можно завести 5 отпечатков но отпечатки можно завести одни и те же это минус летим дальше процессором не дяты 90 83 00 ультра я бы сказал что его допилили хотя мтк это мтк с техпроцессом 4 на метра с 8 ядрами максимальная частота у него 3,35 гигагерца графический процессор молит g65 mc 6 интерфейс hyperos на базе андроида 14 версии русского языка на борту нет как android авто разумеется русский язык можно завести но через костыли и не все будет у вас на русском все равно хотя google сервисы все вшиты и google play устанавливаешь никаких проблем с смартфонов нет по использованию оперативная память lpddr 5x и доступна на выбор 12 или 16 гигабайт внутренняя памятью fs 40 и на выбор есть 256 гигабайт 512 гигабайт и 1 терабайт имеется поддержка вай-фая 6 версии 5g 4g сетей и ниже но поддержки и сима нет что неудивительно опять же это китайский смартфон жаль разумеется но вот нету и не будет в китайских смартах только для глобала рассчитанных и сим а 7 и 20 бенда для 4g здесь тоже нет это огромнейший минус запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника начале разговора оптический датчик отрабатывает не очень хорошо и на все поддерживается и мир пэй встает без проблем gps тест показывает точность до 1 метра что стандартно для дымен сети емкость аккумулятора 5500 миллиампер часов писи марки смартфон выдал 9 часов 8 минут во втором 10 часов 23 минуты это прям очень круто work performance и 13000 смарт поддерживает быструю зарядку на 90 ватт а без правной зарядки нет заряжается у меня от родного адаптера питания от 0 до сотки с подключенной функции hyperboost за 42 минуты у кого-то за 37 заряжался у меня не заряжался и за 52 минуты без подключенного hyperboost а то есть активации быстрой зарядки за двадцать одну минуту спокойно заряжается без hyperboost а на 50 процентов и этого более чем достаточно по мне при просмотре видео на ютюбе в среднем уходит 45 процентов заряда по вайфаю в играх в час уходит среднем 2728 при том в играх смартфон сбрасывает яркость на 200 люксов с 800 fps уже через полчаса перестает держать а когда его заряжаешь что спинка нагревается совершенно свободно до 41 градус это не критично но ощутимо по поводу того как он вел себя в играх повторяюсь на лайв канале смотрите отдельно тест я не говорю я тестирую в онлайне специально теперь уже в личную телегу скидываю кружочки как смартфон сбросил яркость чтобы люди потом не говорили а вот кто-то сказал я не знаю я не говорю я тестирую перейдем же к тестам тротлинг тест смартфон выдает 358 гипсов максимально 324 гипса в среднем и 298 гипсов минимально на 100 потоках при 60 минутах гигбэнче шестом сингл кори 1415 в мульти кори 4533 и в gpu скоре 9376 он прошел волшебно по мне 3d марк даже по стабильности почему потому что раньше этот процесс работал хуже и вообще в принципе я считаю что его допилили в antutu он выдает тем более космический 1 миллион триста тринадцать тысяч баллов а это мтк это не флагманский мтк это прям очень хорошо сторож тест показывает очень хороший сторож 42000 я напоминаю что это не флагман и не флагманский смартфон цифры как вы понимаете просто космос и стресс тест он проходит не радужно но на работе это особо сильно не отражается хотя опять же в играх вы сами видели отражалось перед тем как мы перейдем к камерам я хочу еще отметить небольшой момент у меня был viva x100 про которая также гонял в твиче и viva x100 про в два раза сбросил яркость почти в два то есть у него был 1100 люксов в максимуме 600 люксов через час это раз это было не особо заметно потому что играл в помещении но магия в том что на минимальных настройках графики то есть паб гнист эти 93 два нуля может выставить только низкие настройки а ридми к 70 е может выставить настройки на пять уровней выше чтобы вы понимали низкие и максимальные и вот она разница между двумя процессорами один допиленный а второй просто в хлам задушенный и после этого запиханы во флагманы продаваемый как флагманский процессор вопрос зачем этот флагманский процессор если в играх вы не можете выставить нормальную графику к слову о том что иногда суп флагманы либо средники лучшее решение чем флагманские оля смартфоны в некоторых аспектах переходим к камерам основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров лет вспышки основной сенсор на 64 мегапикселя с оптической стабилизации сверх ширик на 8 с углом обзора в 120 градусов и макро на 2 мегапикселя запись видео доступно в максимальном разрешении с основного сенсора 4к 30 fps фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится верхней части экрана по центру в небольшом вырезе максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 fps режимов для фото и видеосъемки достаточно камеры ничем не примечательные качество неплохое но уделять камерам много времени не стоит тем более сравнивать с кем-то потому что это точно не камерафон и я назову несколько смартфонов которые лучше по съемке за эти деньги легко допустим тот же samsung a54 те же пиксели в эти деньги 6 а 7 а и еще много всяких смартов которые можно купить и по съемке они уделывают redmi по полной программе вот чего здесь не хватает это 4к 60 fps очень странно что его здесь нет вот это 4к 30 fps при том вот этот 4к 30 fps в режиме hdr и по мне она работает лучше чем просто 4к 30 fps это 1080p 60 fps миксы максимум 6 фокус помог 1080p 60 fps очень минные игрушки как говорится дерево решают да 1080p 60 fps немного футблоггинга максимум x6 футблоггинг не остановить все еще 1080p 60 fps и как говорится ответ на вопрос если я не планирую купить этот редми а вряд ли кто-то рук купит редми к 70 е как статик редми к 60 е с которым ходит мой сын я отвечу вам на этот вопрос это будущий пока и вы подсознательно наверное понимаете что вполне возможно вы или ваш знакомый будет приобретать данное устройство сейчас я снимаю в 4к 30 fps в лифте и наверное не буду в этот раз вообще в ближайшем будущем делать выводы по поводу съемки до того как я выгружу обзор потому что на виво x100 про когда я сравнивал с айфоном 15 мне казалось что iphone подчистую выигрывает а потом я посмотрел исходники посмотрел то что получилось в итоге и и его уделал яблоко по полной программе ну средняков сравнивать чем с кем ритми ки никогда не были про съемку если снимает хорошо значит хорошо ну и 1080p 60 fps съемка с одной руки фронталка к сожалению нет 4к но мужик этому делу привыкли я думаю практически все вот так сможете снимать себя ночью при искусственном освещении эффектно вот блогинг 1080p 60 fps из этого потом делают еду ну как же без этой локации 4к 30 fps разумеется великолепный конь и в таких местах как раз видна разница между смартфонами среднего ценового сегмента и высокого ценового сегмента допустим посмотрите недавно был обзор на виво x100 про я там кстати славу к слову сравнивал его по съемке с айфоном 15 и я повторяюсь сказал что по мне яблочко проиграла в чистую вот так сможете снимать на этот смартфон устал я протирать линзы искажения вот такие какие вы видите ничего с ними поделать не могу и ультра шире к 1080p 30 fps печаль печально ночью прошли не используем разумеется фронталка тоже локация 1080p 60 fps rolling шатра я не вижу и это уже хорошо если вы его еще не видите это просто супер великолепный лифт 1080p 30 fps нужно далеко кстати держать для того чтобы снимать посмотрите то есть вот так некомфортно и вопросу зачем столько примеров съемки а почему вы это смотрите то есть можно смотреть первые три минуты и последние четыре минуты всегда у ролика по большому счету у меня примеры съемки для тех кому это надо если смотрите значит надо как говорится как же без этих видов 4k 30 fps и эти виды вы можете наблюдать в каждом из моих роликов почему это хорошо потому что здесь вам и ландшафт и архитектура и еще и все и ночью и еще по идее и природа вы поняли хотя с другой стороны вот допустим x6 я не вижу машину до лучше не так же как и на смартфоне и ультра ширик 1080p 30 fps ночь фотографии исходники разумеется у меня в телеге качаем смотрим 1080p 30 fps hdr фронталка 1080p 60 fps фронталка без hdr ну и тоже неплохо как говорится 4k 30 fps вдруг вы решите поиграть в железную дорогу вот так сможете подсъем осуществлять по большому счету если не двигаться 30 fps хватает кому хватает освещение здесь кстати не лучше очень залипают дети на вот такие штуки бренда кайп и 1080p 60 fps сборка кубиков кстати на экране все это выглядит значительно хуже чем вы сейчас видите при съемке смарт дополнительно окрашивает и выглядит все это адекватно так забавно то есть то что я вижу сейчас на экране она ужасно то что вы видите это просто волшебно то есть дорисовывает смартфончик 1080p 60 fps ближние объекты допустим делаем краба а вы видите что с цветом рук происходит как говорится лучше кожу не снимать или будет казаться что это какой-то ужастик хотя может быть вы видите уже нормально кожу это вообще какая-то беда немного видео захвата заката на 1080p 30 fps ультраширик основа 1080p 30 fps тот же закат и фронталка 1080p закат позади меня как молодят камеры даже без улучшалок если они такого себе качество хотя опять же я это могу говорить примерно также опростоволосится как свивы 100 pro где камеры были не лучшим образом отрабатывали вроде бы на экране смартфона а потом в итоге порвали iphone 15 вот здесь может быть такая же история хотя мы не сравниваем это дело но в итоге может быть съемка даже очень ничего вы это уже видите я пока нет парольных шатра нет 1080p 60 fps а мало съемки не бывает 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 ее слишком много да но во всяком случае огромный плюс что вы увидите возможно потом разницу между этим смартфоном и тем что может снимать пока потом правда я не уверен что у них будет сенсор получше но будет день будет пища увидим как говорится что они там обещают во всяком случае так сможете снимать на этот сенсор в ридми к 70 е чтобы вряд ли будете делать но может быть кто-то и будет и даже локация 4к 30 fps плавности чуть чуть меньше но по мне со светом работать чуть чуть лучше опять же когда я говорю по мне это то что я вижу сейчас а когда вы увидите это все дело в примерах в ютюбе вполне возможно все будет совсем по-другому может будет вообще все волшебно 4к 30 fps моя любимая локация елочки их на фотку можете посмотреть потом личной телеге в исходниках и да со светом не хочет работать хорошо может это и хорошо минусы нет миниджека нет возможности расширить внутреннюю память и нет бэндов цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео она пока радует когда выйдет пока их 6 pro который будет фактически тем же самым 11 числа я думаю этот ценник чуть-чуть завысят они попытаются убрать эти китайские смарты но благо сяоми в отличие от бибики с их риме и ван классами не блокирует китайские девайсы риме и ван класса конечно обещают что они этого делать не будут продавцы разумеется утверждают что это вообще не проблема просто пошлете куда-то когда-то кому-то и возможно вам кто-то когда-то разблокирует но сяоми повторяюсь в этом смысле молодцы ничего они еще никогда не блокировали был период когда они загрузчики блокировали но это было недолго поэтому не забудьте подписаться на этот канал на телеграм-канал канал скидок взаимопомощи ему личный телеграм-канал по ссылкам в описании там много всего полезного ну и разумеется приходите на twitch пообщаемся я там стабильно что-то гоняю скоро будет айку на у 9 на твиче а может быть и c65 13c тоже я думаю вы поняли о чем я и резюмировать я бы хотел довольно наверное неприятно почему потому что я опять соберу для вас недостатки почему этот смарт точно не стоит покупать хотя ним вам долго и упорно рассказывал смотрите 7 и 20 бэнда нет это делай раз-два яркость все равно чуть-чуть сбрасывает три помимо того что сбрасывает яркости датчик приближения глючит надеюсь что в поковском смарте этого не будет 4 мне вот сканер отпечатков пальцев вот не особо нравится я не знаю как вам но у меня он не всегда отрабатывает вот смотрите он считывает и и не считывает и чаще конечно получается его разблокировать но иногда не получается и вот это вот try again это тоже не особо радостно переводить смартфон перепрошивать то же самое для глобальной прошивки это такое себе в целом все будет зависеть от того сколько будет пока x6 просто если будет стоить в те же деньги разумеется нужно бежать покупать его потому что до глобалка если говорить о ощущениях играть комфортно не топ до 90 фпс он не держит но в отличие опять же от 93 20 который у нас viva x100 про у которого у меня два раза зависала за один день камеры зависала игра опции за которые мы платим они по большому счету не имеют значения так вот этот смартфон он не про съемку вопросов нет и он больше про игры и про используем но опять же датчик приближения меня прям без силы вряд ли они его исправит может быть как-то мне просто как всегда не повезло нет защита от влаги но плотность пикселей кайфовый экран мне понравился пусть даже он с какими-то там цветами под углами но это все неважно почему потому что пользоваться смартфоном приятно до минимальные у нас есть разумеется подбородок до кого-то бесит милай но кому нравится милай 4к 30 фпс мало но вам хватит фотки не очень суперские но вам хватит и этот телефон однозначно с запасом хотя внешность не его также не особо сильно импонирует своего покупателя в китае он нашел это лидер там какого-то средний ценового сегмента по баллам в antutu у меня к нему претензий нет да есть какие-то претензии из разряда почему это не флагман за цену в два раза ниже чем суп флагман но в основном посмотрим что будет ценником 11 числа приходите кстати буду стримить девайс от меня до рекомендации к покупке нет не покупать ждать пока добра и удачи вам дорогие друзья